Смешивание лака и грунтовки. Смотрите описание на лаковой продукции. Выбрать разжирающее средство по термометру, горячей камере, сушки, размеру элемента. Проводить смешивание грунтовки с целью обеспечения равномерного перемешивания грунтовки, фильтровать с использованием воронки и залить в распылитель. Очистка элемента. Проводить обезжиривающую очистку поверхности элемента с использованием обезжиривающего средства. Брызгать поверхность элемента обезжиривающим средством с использованием лейки. Стирать и использовать чистые тряпки до улетучивания обезжиривающего средства. Надо стирать обезжиривающий состав до сушки. В случае, если обезжиривающий состав уже улетучился до стирания, масляное загрязнение или масляные гранулы остаются на поверхности элемента. После чего на поверхности нанесения образуется дефект такой, как рыбьи глаза. Устранить поверхность плиточного элемента от пыли с использованием пылевой ткани для удаления всех грязных вещей и пыли Регулирование распылителя Сначала регулировать распылитель до начала нанесения распылением Установить условия нанесения распылением Требования к регулированию распыления Давление воздуха 1,8 бар Полное открытие захвата опрыскивания Вращать на два круга С положения полного выключения для установки расхода кроющего материала Регулировать распылитель под данным требованием Выполнить испытание захвата опрыскивания на бумаге для закрытия После выполнения регулирования распыления Нанесение грунтовки распылением Сначала нанести тонкий слой грунтовки в сфере промежуточной грунтовки при необходимости нанесения распыления, чтобы объем нанесения чуть шире, в части нанесения промежуточной грунтовки. Освещать поверхность покрытий с использованием флуороцветной лампы. Проверить глянцевость и текстуры наряду с нанесением распыления. В целях предотвращения увеличения ширины части нанесения и образования гладкого края покрытия надо немножко ослабить курок при уклоне распылителя, немного для полной проверки в начале дефектов при обработке материала основания. Продолжить процесс нанесения окрашенным распылением после выполнения мгновенной сушки. Нанесение грунтовки окрашенным распылением. Нанесение на поверхность. Чтобы данная часть оставалась более объема нанесения распыления, возможно повторить нанесение много раз с целью обеспечения полного закрытия слоя грунтовки. Надо соответственно увеличить площадь нанесения каждый раз во избежание образования черных колец серебряного порошка. Надо обращать внимание на управление объемом края покрытий при нанесении окрашенного слоя. В целях обеспечения постоянного уточнения для края покрытия возможно использование распылителем, бросанием наружу для равномерного удлинения, обеспечить определенное время для мгновенного сушки для продолжительного перехода на население. Недостаточное время для мгновенной сушки вызывает рассеивание и неравноверную комповку серебряного порошка. Переходное нанесение грунтовки. Нанести на данную часть, чтобы данная часть оставалась более части окрашенного нанесения, устранить рассеивание шрам через данный процесс, проводить равномерное нанесение распылением дуговым методом для устранения шрамов, чтобы обращать внимание на комповку гранул серебряного порошка в зоне переключения во избежание проявления лаковой пыли. Устранение шрамов и операция в зоне переключения проводится вместе. Наличие на неравномерности серебряного порошка на поверхности покрытия со стороны прямого взгляда, косого взгляда и боковой стороны. Можно продолжить нанесение распылением при наличии рассеивания покрытий. Надо стирать с использованием пылевой ткани после выполнения сушки грунтовки в случае наличия лаковой пыли в зоне переходного нанесения и переключения. Метод перехода грунтовки Нанесение чистого лака Проводить нанесение в полуторных слоях, а именно нанесение чистого лака в одном слое в зоне перехода грунтовки, после чего нанесение слоя чистого лака на общий элемент. Сначала нанести тонкий слой чистого лака в зоне перехода грунтовки. Слишком влажное нанесение или раннее нанесение чистого лака вызывает восхождение гранул, серебряного порошка и проявление шрамов. Проводить нанесение равномерного чистого лака распылителем на общий элемент после целесообразной мгновенной сушки. Надо обращать внимание на текстуры пленки, насыщенность и глянцевость при нанесении распылением. Сушка. Надо обеспечить определенное время отверждения для принудительной сушки элемента по инструкции продукции. Проявляются иголки в случае если времени отверждения для принудительной сушки. Выдерживать в течение 10-20 минут в камере горячей сушки для плоской части листовой стали, а именно крышка двигателя, крышка багажника. Потом проводить сушку поверхности в условиях 60 градусной в течение 30 минут. Металлическая гранулированная краска в покрытиях грунтовки остается большим по удельному весу. Гранулы краски в зоне крайного перехода неравномерно располагаются после нанесения грунтовки распылением, что вызывает черные кольца в краях покрытий. В целях предотвращения данного эффекта можно увеличить площадь нанесения для постепенного снижения толщины, чтобы гранула серебряного порошка в покрытиях равномерно располагалась. Распылитель Надо обращать внимание на управление объемом краев покрытий при нанесении переходного слоя. В целях обеспечения постепенного уточнения края покрытия возможно только проводить нанесение покрытием дуговым методом в зоне перехода. Использовать расцелитель бросанием наружу для равномерного удлинения. В итоге, мы надеемся на то, что вы могли усвоить правильный процесс перехода ремонта металлического лака и строительства. Отлично применить и повысить уровень в практиках. Продолжение следует...